Настя, привет! Привет! Спасибо, что согласилась со мной побеседовать об адаптации украинки, которая переехала в Канаду по программе Куаэд, рассказать какие-то нюансы, поделиться своим опытом. Мне кажется, это будет очень интересно. Да, класс, я буду рада, если мои знания пригодятся кому-либо в дальнейшем. Расскажи немножко о себе, как ты попала в Канаду. Ты когда-то мечтала об этом, думала, или это всё случилось как-то неожиданно? Да, всё получилось достаточно внезапно. В Канаде у меня живёт дядя, и 23-го числа мой папа предложил мне рассмотреть вариант переезда в Канаду ещё до войны, ну, получается, до дня наступления. И 24-го числа, когда всё произошло, я приняла решение, что я буду переезжать сюда. Буквально на 9-й день после войны я уже выехала на Западную Украину и оттуда подала документы на биометрию, на сдачу биометрии в Германии. Да, помимо вот этой всей ситуации, да, как-то взвешивала, да, какие плюсы, минусы есть этого, да, вот. Да, конечно. Я переезжала сама, со мной никто не поехал, вся моя семья осталась в Украине. И одним из немалозначимых факторов для меня являлось жильё. Жильё предоставляли мне здесь мой дядя в Канаде, то есть меня могли здесь поселить. Плюс работа, минимальная заработная плата в Торонто, то, где я нахожусь сейчас, 2000 долларов, это неплохо. Спустя полтора месяца я получила визу, купила билеты и прилетела сюда. Я знаю, что есть для Украины специальные рейсы, которые организовывают различные компании, на которые ты можешь зарегистрироваться и бесплатно, имея коэт, вклеенную в паспорте, прилететь в любой город, будь то Галифакс, Торонто, Ванкувер. Поэтому есть такие возможности. Но я летела самостоятельно. Я читала, что там очень сложно попасть на эти самолёты, там буквально разбирают всё за секунды. Да, это правда. Я пыталась, точнее, я уже купила билеты на тот момент, когда открыли только первый рейс, поэтому я просто видела результаты, насколько быстро их разбирали, эти билеты. А вот ты летела, да, по программе Коээд, вот какие вот там нюансы ты вот какими-то, может, хочешь поделиться лайфхаками, да, может, там что-то по-другому можно было сделать, или вот как-то, ну вот какие-то такие штучки, которые ты теперь уже знаешь со своего опыта. Да, класс, есть что рассказать на этот счёт. Я знаю, что есть люди, которые опускали рекламу на то, что мы поможем вам заполнить заявку Коэд за деньги, с счётом того, что ты её заполняешь бесплатно и самостоятельно. Просто нужно знание английского языка или использование переводчика, вот, и твои документы. Сложностей никаких нет, просто нужно внимательно читать вопросы. Первый этап это подача заявки, которую ты просто подаёшь на рассмотрение, ты указываешь там все свои данные. Второй этап это приглашение на биометрию. Если вы получаете приглашение на биометрию, то первый этап вы уже прошли. Когда я заполняла документы, ещё не было ни чатов, ни групп различных. Позже, уже когда я поехала на сдачу биометрии в Берлин, были тоже украинцы, которые подавались на коэт, и они помогали друг другу. Есть чат, наверное, давайте мы ставим по ссылочке в описании, где пошагово отправлены PDF-файлы с указаниями, что, как и куда заполнять. А знаю, что на данный момент из таких лайфхаков по опыту других украинцев, которые летели с территории Европы, очень быстро обрабатывают ваши заявки в Вене. Если вы думали подаваться, но не выбирали город или страну, в которой вы будете это делать, я рекомендую именно Австрию, город Вена. Что-то не обязательно обращаться куда-то, чтобы вообще податься на кое. Тут у меня муж, он уже, я не знаю, человек всем, наверное, подал и сделал это самостоятельно. И у меня мама подруги подавалась, которая вообще не знает английского. То есть гугл-переводчик, и вот там по инструкции как-то все это реально сделать. Главное просто сосредоточиться, сесть и решить, что тебе это нужно. Да, это правда. Можно сделать это все самостоятельно, либо попросить своих друзей, которые уже это сделали, или у людей, которые есть опыт, но ни в коем случае не переплачивают за это. А вот по приезду, да, вот как многие, да, вот хорошо прошли вот этот этап, а потом у них начинается новый страх. Вот я прилетаю, и что? Можешь рассказать, как это вот, когда прилетаешь, да, вот какие-то... Да, конечно. Я прилетала и знала, что меня заберут, меня встретят, у меня есть где жить. Это очень важно. Оформление документов. Все, что вам нужно здесь в первую очередь оформить. Вам нужно обратиться в Service Canada и получить ваш SIN number. Это номер, который будет использовать ваш работодатель, когда вы придете и устроитесь к нему на работу. Второе, что я делала, это Health Card. На специальном сайте вы делаете себе appointment, записываетесь, приходите тоже в Service Canada и подаете данные на Health Card. Это ваша страховка, которая вам обязательно здесь и нужна. В течение 90 дней после прибытия вам нужно сделать недосмотр. Недосмотр стоит около 150 долларов. Это только на территории Онтарио. В других провинциях другие правила, поэтому на территории Онтарио вам нужно в течение 90 дней вам нужно получить Health Card и в течение 90 дней сделать недосмотр. Также я открыла первым делом счет. Мы воспользовались услугами TD Bank. Открыли себе вот эту карточку TD Bank. Там нужно было выполнить какие-то там три условия, какой-то перевод нам должен был поступить туда, что-то такое. Нам давали по 300 долларов. Да, вот здесь такая же схема. Выполняешь условия, получаешь приятный бонус. И в первые дни здесь я купила себе новую симку по сравнению с украинскими операторами. цены на использование мобильной связи здесь отличаются. Я использую FIDA. У ребенка, у дочки у нас где-то 40 долларов тариф, а у нас там мы больше интернета взяли, то 50. Хочу рассказать о том, что делать людям, которые летят сюда, не имея здесь жилья. Наверное, ссылками на поиск жилья мы тоже поделимся в описании к этому видео. По прилету в аэропорту Торонто есть Красный Крест, который дает вам возможность получить жилье на первые две недели. На первое время самый лучший вариант, если вы едете с семьей, это бейсмент. Бейсменты, они доступнее и они не такие дорогостоящие. Насчет финансовой помощи от государства в Онтарио, в провинции Онтарио выделяется 3000 долларов на взрослого человека и также есть выплаты на ребенка. Вам нужно для этого заполнить форму на официальном сайте, указать свои данные, карточку канадского банка и в течение недели вам поступают средства на счет. На первое время 3000 долларов на человека достаточно здесь для того, чтобы освоиться. Могу сказать, на какое количество времени этого хватит, кому-то, может быть, этого не хватит на неделю. Это все зависит от ваших потребностей. Спасибо большое, это подробно рассказала, я думаю, эта информация будет полезна, те, кто еще не знает, какие этапы, ждет его вначале. А чем ты занимаешься сейчас? Мне хотелось поддержать тех людей, которые находятся на данный момент на территории моей страны. У меня появилась идея сделать вебинары и лекции от психологов на тему, как себя вести в условиях войны, как справиться с посттравматическим синдромом, как бороть панические и так далее. ситуацию и запечаткувала такую крутую справа. Это надважливо. Я считаю, что украинский контент сейчас очень необходимый как никогда. И поэтому я чувствовала, что я маю делать это. Я чувствовала, что я маю поддерживать украинцев и украинцев в такой непростой времени. Я думаю, мы также оставим ссылку на твой проект, потому что ему нужна такая помощь, учебная, чтобы они тоже нашли поддержку в этом. А какие еще возможности есть, если украинцы пребывают в Торонто, возможно, у них еще есть возможность навчаняться, что надается какая-то такая помощь. У меня есть хороший уровень английского. Я хорошо спелкуюсь, но я хотела еще крутее спелкуваться. Я хотела спелкуваться как на этих спекерах. И я начала шукать курсы английского языка. Есть центр, называется Welcome Center. Вы можете погулять, и он вам выбьет адресу, которая находится ближе до вас. Они находятся в Онтаре або в Торонто в разных регионах. Что вам нужно сделать? Прийти, вернуться на ресепшн до девчин и сказать, что привет, я приехала из Украины по КОЭД и хочу найти курс английской мови. Вам делают спецеалисты, который переверяет ревень вашей английской, заповняет и создает заявку. И потом вы потрапляете в группу за ревнем вашей английской и начинаете свое навчание. Я уже закинчила такие курсы. Я навчалась на бизнес-англійськом в Велком-центре. И они сертифікуются, что самое главное. Окрім курсов англійської Велком-центре надают такие послуги, как курсы The Customer Services, різноманітні курсы, которые сертифікуются, которые дадут вам возможность найти первую работу. Если вы арендуете апартмент или basement, в котором нема мебли, то есть Велком-центре, которые допоможут вам найти мебли. Они помогают с будь-якими питаниями, они открыты до коммуникации. В Торонто есть фудбанки. Все, что вам нужно сделать, это прийти, надеть свои документы, паспорт с КОЭД и заповнити анкету. И фудбанк даёт вам возможность. Раз на месяц вы можете отримать великий пакунок еджи. Про фудбанки я дізналась через 2 або 3 месяца находиться тут. Тому, если вы только прилетели, знайте, что они есть. Их также просто нужно загуглить. Я побачила эту информацию в каких-то чатах. Это действительно крутий сервис. Особенно, когда у тебя обмежен бюджет по приезду. У нас на курсах французького была девушка, она тоже користуется этим сервисом. У нас была тема, кто, сколько витрачает на ежу. То она витрачает 50 долларов. То есть этот футбан покрывает все потребы на месяц. И докуповывает она на 50 долларов того, что ей захотилось. Поэтому это достаточно суттєва. Особенно с старта. Какие места такие вау-вау? Какие ты можешь рекомендовать, которые ты видела, которые стоит увидеть, когда ты приезжаешь? И нужно переключиться с этого всего. Это даунтаун, 100% это набережная. Торонто Лейк, там аэропорт, там Торонто Айленд. Есть на что посмотреть. И есть то, чего захватывает дух, правда. Ты вот говоришь, что у тебя тоже много друзей, да, сейчас находятся в Торонто, и уже какие-то продвижения по карьерной реснице. Вот многие говорят, что Торонто тебя сломает, там, я не знаю, будешь влачить жалкое существование, если залезть на форумы, да, потому что или уезжает кто-то, потому что не выдержал всего этого. Вот реальные случаи, ты знаешь такие, или это только то, что там где-то написано, вот, может, из твоей каких-то историй знакомых, то, что ты на самом деле знаешь, потому что говорят же много всего. да, согласна. Лично из моих друзей пока никто не развернулся и не бросил и не уехал, это лично из моих знакомых, но мне их не такое большое количество. Я тоже видела очень много историй, когда людей Торонто ломало, которые не справлялись, не справлялись с давлением, не справлялись с вот этой беговой дорожкой, назовем ее так, когда ты просто бежишь, бежишь, работаешь, тебя изо дня в день пять на два работа и не можешь никак остановиться. Есть и такие мнения. Я не знаю, от чего это зависит, наверное, еще зависит от самих людей, готовы ли они к такому, к такой беговой дорожке или нет, потому что если, наверное, ты ее пройдешь, ты же и многое получишь после испытаний, после трудностей, после сложностей. Мне сперва тоже было тяжело, но так как я не нуждалась в поиске работы, так как мне не нужно было искать средства заработка здесь, мне было в этом плане гораздо легче, потому что я занималась своим проектом, но все мои друзья, которые работают здесь, кто-то нашел работу на второй, на третий день и работал уже почти сразу после прилета, поэтому, наверное, это лично, ну, скажем так, зависит от человека. человека. Спасибо, да, а ты вот говоришь, да, что это в какой-то степени беговая дорожка, да, ну вот, да, мне кажется, это у всех такое, да, вот как бы ты не приехал, да, готов был ты к этому, не какой-то степени это беговая дорожка, вот чтобы хватило сил бежать и строить новую жизнь, вот какие ты можешь дать какие-то рекомендации, советы вот тем, кто вот приезжает. Хотела бы сказать, что вам не нужно терять веру в себя, достаточно банально, наверное, звучит, но первое время будет сложно абсолютно всем. Очень меня вселяла вера моих родителей и моего молодого человека, которые поддерживали меня и говорили, что все получится. Поддержка близких, желание развиваться, желание не сдаваться, не опускать руки, понимание того, что все временно, что все проходит, что все сложности пройдут и нужно найти силы в себе, чтобы их побороть. Спасибо большое, да, ты вот говорила о важности поддержки. Вот со стороны понятно, что украинцы, да, сплотились и они поддерживают друг друга, а канадцы, ты чувствуешь какую-то поддержку от канадского общества? Могу сказать, что действительно канадцы и люди, которые работают здесь, допустим, в сервисных центрах, всегда относятся с пониманием, тебе обязательно помогут, тебе не откажут. Настя, спасибо тебе большое, что ты согласилась со мной побеседовать, рассказать нюансы жизни в Торонто. Я желаю тебе успехов и твоему проекту тоже, чтобы все твои мечты сбывались. Это же самое главное. Спасибо.